МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без телефона, как без рук. Без связи сегодня с утра остались тысячи абонентов МТС. Помыть автомобиль и разориться. Мойка машин закончилась для некоторых ангарчан крупными штрафами. Десять лет на передовой. Юбилей отметил Ангарский фонд «Город без наркотиков». Здравствуйте. В эфире новости о событиях в городе и области вам расскажу я, Наталья Зарубина. Сегодня десятки тысяч абонентов МТС с утра остались без мобильной связи. В частности, не работала услуга интернет, были недоступны СМС-сообщения и телефонные звонки. Вот как ситуацию прокомментировали в ангарском салоне связи. У нас технические неполадки. Три часа обещали все наладить. То есть три часа заработали. А в связи с чем непонятно? А авария, да? Да, авария. То есть по Иркутской области все операции, наши операции, наши обороны не могут дозвониться друг к другу. То есть мы ждем. Полностью восстановиться сотовая связь должна к завтрашнему дню. По крайней мере, на это надеются сотрудники ангарского офиса компании. Минувшим вечером в Ангарске сгорела квартира. Происшествие случилось в шестом доме 73-го квартала. Дознаватели выяснили, что возгорание началось с телевизора, затем огонь перекинулся на другие вещи. На месте был обнаружен травмированный мужчина 1967 года рождения. Находился в состоянии алкогольного опьянения. С ожогами доставлен в СМП города Ангарска. Материальный ущерб и виновное лицо еще предстоит установить. Помыть авто за 4,5 тысячи рублей. Это не цена за услуги мойки, а штраф, который придется заплатить некоторым водителям. Инспекторы рыбнадзора застали их за мытьем машин в водоемах. Рейс состоялся накануне в пойме реки Китой. Продолжение темы в сюжете далее. Помыть машину – это не к дождю, это к штрафу, заботясь о чистоте своего автомобиля. Но не окружающей среды Владимир вооружился губкой, ведром, моющим средством и приехал на берег реки Китой, где его и застали с поличным инспекторы рыбоохраны. Владимиру сообщили, что он нарушает закон. И в доказательство предъявили Водный кодекс Российской Федерации. Статья 15. Граница водоохранных зон запрещается. Осуществление мойки транспортных средств. В свое оправдание Владимир ссылается на то, что так поступают многие. И что он никогда не слышал о том, что мыть машины в природоохранной зоне нельзя. Однако, как известно, распространенность правонарушения и незнание закона не освобождают от ответственности. Инспекторы рыбоохраны оформляют протокол. В графе штраф проставлена предварительная сумма – от 3 до 4,5 тысяч рублей. Окончательную утвердит суд. Нет, не буду в следующий раз так же мыть. Просто, как бы, бывало, что ты едешь, но видишь, что моют. Поехал, допустим. Я знаю, что вот в реку нельзя загонять и мыть машину. А вот то, что так, я не знаю. Владимир не единственный, кто решил сегодня сэкономить на услугах автомойки. Многие автовладельцы думают, что мыть машины нельзя только у кромки воды. Однако инспекторы предупреждают, водоохранная зона распространяется намного шире. Если длина реки составляет более 50 километров, то на расстоянии 200 метров от уреза воды мытье транспортных средств запрещается. Машина у нас ездит по асфальту. Это мазута, это все моющие средства попадают в воду. И в основном биофауна травмируется. Это не обязательно рыба. Это те же растения, те же водоросли, те же рачки, которыми питаются дальнейшая рыба. Некоторые элементы могут просто даже как-то тоже свинец накапливаться в рыбе со временем или наносить вред человеку. Всего с начала летнего сезона за мытье автомобилей в водоохранной зоне инспекторы рыбнадзора в четырех районах Приангария оштрафовали 100 человек. Сезонное снижение цен на некоторые виды продовольственных товаров зафиксировали сотрудники отдела по торговле ценообразованию тарифом. В основном подешевели местные овощи и фрукты. Сегодня я могу сказать, что только за последнюю неделю на такую продукцию, как капуста, морковь, томаты, огурцы, перцы мы видим снижение цены от 5 до 15%. Небольшое снижение мы также зафиксировали за последнюю неделю на яйцо куриное в пределах 1%, чуть больше. На муку, на масло рафинированное. В общем-то все это достаточно радует. А вот крупа гречневая немного выросла в цене. К середине августа подорожал и сахар. Скорее всего это связано с заготовками на зиму. С 1 по 31 октября в России пройдет микроперепись населения. Это важный этап в рамках подготовки переписи 2020 года. Она позволит получить актуальные социальные демографические сведения о современном состоянии страны. В Иркутской области микроперепись пройдет во всех районах, за исключением Аларского, Катанского и Мамско-Чуйского. Это подготовка. То есть это будет не сплошное, как у нас это было вообще проходит перепись населения, а выборочно. То есть берутся некоторые объекты, некоторые дома и обходят. То есть чтобы тоже люди не пугались, а то есть вот будет проходить такая перепись. В программу микропереписи помимо традиционных сведений о поле, возрасте и источниках дохода включены вопросы о репродуктивных планах населения, наличии заболеваний и потребности в помощи. Цели благородны, а характер не сгибаем. Эти слова основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман произнес в адрес сотрудников ангарского отделения организации. Накануне глава Екатеринбурга прибыл в Иркутск, где состоялось празднование 10-летнего юбилея местного филиала. Собрались друзья и единомышленники. Визит уважения, почтения нанесли и гости из Нижневартовска. Однако на лицах руководителя ангарского фонда улыбка мелькает редко. Если шутят, то с оттенком черного юмора. Мол, хорошо, что цветы дарят живые, а не искусственные. И ведь говорят так неспроста. То, чем они живут изо дня в день, вот уже 10 лет, безопасным не назовешь. Зато результаты их работы, что называется, налицо. Ангарский фонд «Вород без наркотиков» и их работа 10-летняя – это самый такой яркий пример гражданского общества. Потому что люди действительно работают, люди пришли своей стране на помощь в такой очень тяжелый момент, проделали огромную работу, переломили ситуацию. Только за первый год совместной работы ангарских общественников силовыми структурами смертность от передозировок в регионе уменьшилась два с половиной раза. За все время существования местный фонд не получил ни копейки бюджетных денег. Однако работы не становится меньше. Сейчас самая главная проблема – это синтетические наркотики. И борются с ней фондовцы всеми возможными способами. Это из-за держания и профилактические беседы в учебных заведениях. Мы живем в такой стране, что если мы сами не сделаем, то за нас-то никто не сделает. Поэтому всем парням, кто был с нами рядом, огромное спасибо. Будем делать дальше. Перечислять имена всех сотрудников фонда невозможно. Среди них и те, чьих лиц вы никогда не увидите на экранах, потому что они вместе с полицией напрямую участвуют в задержаниях дилеров. Все эти люди ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы другие могли спокойно гулять по улицам родного города. А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok